Вдохнуть старину в Омском краеведческом музее это выражение приобретает буквальный смысл. Там открылась новая выставка, называется «Дым Отечества». Впервые к картинам добавили запахи для полноты ощущений, но, как известно, камера аромат не передает. Поэтому мы отправили туда Светлану Еловнарову. Она специально вылечила насморк и готова рассказать, чем пахнет искусство. Ученые давно доказали, что именно запах пробуждает воспоминания, поэтому здесь в дополнении к визуальным образом, которые находятся в стендах, есть специальные флаконы. В каждом свой аромат. К витрине, посвященной туризму и охоте, организаторы подобрали запах шашлыка или бекона. А также, мне кажется, запах дерева. Подобная аромавыставка в Омске впервые. Дюжина стендов разной тематики. Разных профессий, хобби и даже детства. По мнению автора, оно пахнет овсяным печеньем. И для каждого посетителя выставка уникальна. Ведь запахи пробуждают у каждого его личные воспоминания. Ну, это, кажется, сирень. Да, кажется, сирень. Все туда же. В детство, конечно. Сиренью пахнет. И дом, и детство. Флаконы с ароматом, но не подписанные. И вот уже посетители сами, с игрой своего воображения, своих воспоминаний будут определять, какой аромат к какому комплексу относятся. Визуальные образы, навеянные сменой сезонов и приближающимся Новым годом, художник Дамир Муратов переносит на бумагу. На экспозиции 12 его работ. Среди них снежный ком с узнаваемой черной этикеткой, будто из Марокко. Работа посвящена Новому году. Художник признался, запах цитрусовых для него – неотъемлемый атрибут праздника. Конечно, мандарины, хвоя, запах хвои, игрушки, салат оливье. Единственный стенд, у которого нет аромата – стенд, посвященный офисному работнику. Потому что, по мнению организаторов, такая работа не пахнет абсолютно ничем. Вкусить эти ароматы и взбудоражить свое воображение омичи смогут до конца января. Светлана Еловнарова и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.